Петропавловск Детский врач-офтальмолог из Алматы принимает пациентов в Петропавловске в рамках ОСМС. Как попасть на прием к специалисту, узнавали наши корреспонденты. 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. Это самые мрачные страницы нашей истории. В Казахстане несправедливо осудили более 100 тысяч человек. Каждый четвертый получил смертный приговор. Ежегодно в Петропавловске проходит возложение к мемориалу жертв политических репрессий и голода. Именно здесь находилось здание НКВД, где ломали судьбы людей, оставляли детей без родителей и приговаривали к расстрелу. С утра у стены с именами репрессированных семьи ищут своих родных. Найдя нужную фамилию, Гуджахан Жамбулова не может сдержать слез. Со своей семьей они приехали из столицы. Много лет по крупицам искали информацию о репрессированных предках. Следы привели их в Петропавловск к высеченным на камне строкам Жамбулов А и Жамбулова Р. Вот это вот мой свекор. Это Жамбулов Абашихман молодости. Затем он работал в губкомах Ахмулы, в Сардаринском губкоме, то есть по партийной линии, в Чемкенте, в Алматы в горкоме работал. Учился и работал в российских городах, был грамотным и образованным. Из-за проблем со здоровьем вернулся в Петропавловск, был вторым секретарем горкома партии. Его супруга Рабига работала в газете «Лениншелжаз». Молодая счастливая семья растила детей, пока в один из дней 1937-го Абушахмана Жамбулова не признали врагом народа. Его забрали и расстреляли, скорее всего, в Алматинской области, но точного места захоронения потомки не знают до сих пор. Супруги и дети репрессированного тоже получили это клеймо. Жамбулу Рабигу арестовали, конфисковали, все у них забрали. Детей отправили в дом, тогда это был дом детей врагов народа. Семимесячного грудного ребенка забрали у матери, двухлетнюю дочку забрали, их в разные детские дома, и маму забрали в Алжир. Но она сумела написать письмо Крупской. Из Алжира ее перевели на вольное поселение. После дело изучили. Фамилию Жамбулова реабилитировали. Он не был врагом народа. Но, как и миллионы других, попал под жестокую машину репрессий, которая толком не разбирала, виновен или нет. В Северном Казахстане числится свыше 20 тысяч репрессированных. Это число может стать больше. Сейчас идет работа по поиску несправедливо осужденных. Мы нашли 11 тысяч фамилий, которые еще не реабилитированы. Среди них и кулаки, баи. Это духовные служители, религиозные деятели, которые просто были расстреляны без суда и следствия. Поэтому мы должны найти их фамилии, реабилитировать. Их потомки должны знать. Пока что в Северном Казахстане вернули честное имя свыше 8 тысячам человек. Больше четверти из них были расстреляны. Казахстанская земля в период репрессии была и местом ссылки. Лагеря сослали свыше 5 миллионов человек. Вспоминают в этот день и погибших от голода 1931-33 годов. Насильственная коллективизация, а по факту конфискация скота и имущества привела к смерти людей в степи. До сих пор нет точных данных, сколько человек погибли от голода. Историки склоняются к полутора миллионам погибших. Некоторые исследователи говорят о трех миллионах умерших. Агири Мукашева, Азамат Баймухкан, МТРК. 2566. Именно столько выпускников сдают ЕНТ в этом году в Североказахстанской области. Иными словами, 75% от всех абитуриентов региона. Тестирование проходит в электронном формате. Продлится ЕНТ по 5 июля. За этот период абитуриенты смогут сдать тест и принять участие в конкурсе на присуждение грантов с наилучшим результатом. В областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова состоялась первая региональная диалоговая площадка Талклау при партии Аманат. Обсуждали актуальные вопросы, которые стоят на общереспубликанской региональной повестке. Спикерами площадки, посвященной референдуму, стали руководители областных филиалов партии Аманат, НПК, Акжол, политологи и общественники. Поправки в Конституцию поднимут Казахстан на более высокий уровень, говорит Акмарал Ибраева. Казахстан вовремя отреагировал на весь процесс, который происходил в Казахстане и быстро принял решение, что нужны конкретные кардинальные изменения именно в Конституцию Республики Казахстан. Это отход от суперпрезидентства, вы же знаете, да? Это в первую очередь изменение пункта о земле, которая должна принадлежать народу. Это недры, которые также должны принадлежать народу. Когда-то была принята программа нашей интеллигенции Алла-Шарда. Именно вот эти вот пункты, которые касаются о земле, о недрах, как раз таки они тоже были в этой программе. И поэтому вот как раз таки путь демократический, путь к светскому, путь вообще к созидательной республике государства. Это мы говорим сейчас вторая республика, да? Как раз таки она и принадлежит именно к таким вот изменениям. Пользователи мобильного приложения «Егоф Мобайл» смогут отозвать доступ к цифровым документам на внешних платформах. В обновлениях приложения появилась функция отключения доступа к цифровым документам с помощью одного клика. Новые настройки позволяют гражданам также установить такой контроль в других приложениях, например, в банковских, в которых ранее он давал согласие, и использовать только в приложении «Егоф Мобайл». В Североказахстанской области участили случаи ДТП с участием двухколесного транспорта. С наступлением весны в области произошло уже три таких происшествия. Одно из них с трагическим исходом. Авария произошла на автодороге Челябинск-Новосибирск близ села Покровки Мамлюцкого района. Ночь на 29 апреля 38-летний мамлютчанин на скутере оказался под колесами двигавшегося вслед за ним рефрижератора под управлением 50-летнего гражданина Российской Федерации. В ходе транспортного происшествия житель города Мамлютки от телесных повреждений скончался на месте происшествия. Данный факт внесен в единый реестр досвиденных расследований по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Астан. На сегодняшний день по уголовному делу назначены все необходимые экспертизы. Такие же происшествия с участием скутеров происходили в райцентре Тейншинского района. Стоит отметить, что в данных дорожных происшествиях принимали участие мопеды и скутера, не подлежащие регистрации по своим техническим характеристикам. Ими управлять можно, но необходимо соблюдать строго правила дорожного движения, несоблюдение которых может привести к трагическим последствиям. Полицейские усиливают профилактическую работу, проводят беседы с водителями. Важно помнить, что следует использовать мотошлемы и световые приборы, не превышать скорость, не допускать к управлению лиц, не достигших 16 лет и не знающих правил дорожного движения. Я вожу два года уже этот мотоцикл. Здесь 49,5 кубов. Я соблюдаю скоростной режим, соблюдаю все правила дорожного движения. Так же, как и велосипедисты, достигшие 14 лет, водители мопедов и скутеров должны держаться правой стороны дороги, не создавать помех другим участникам движения, перед совершением маневра убедиться в его безопасности. Хотя для управления скутером не требуется сдавать экзамены на знания ПДД, соблюдать их необходимо в полном объеме. Это вопрос сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Дарья Пашмынцева, Денис Сухарев, при поддержке пресс-службы областного департамента полиции. В прошлом году в Казахстане количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличили до 7 тысяч. Это произошло благодаря запуску программы Ансахан Саби. В рамках нее на северный регион было выделено 217 квот. Одной из них воспользовалась 35-летняя жительница Петропавловска Евгения Катина. После второй программы ЭКО она стала мамой. К этой цели я шла в больше 15 лет. Это мой второй брак. Активно мы начали готовиться с 2020 года. Многие люди отчаиваются, пускают руку. Вот у нас не получилось, значит не нужно, значит не стоит. Не нужно так думать. Если есть цель, то нужно просто идти к ней. У нас родился сын Дмитрий. Было плановое кесарево сечение. Через пару денечков мы уже будем дома. Нас дома все ждут. Ни одна квота, выделенная в прошлом году, не пропала. Положительный результат от программы ЭКО получили 110 женщин. Радость материнства уже испытали 40 североказахстана, которые в прошлом году прошли программу ЭКО. В 2022-м на область в рамках программы Ансахан Саби была выделена 201 квота. Чуть меньше половины уже одобрены. Вы обращаетесь в поликлинику. Поликлиника дает перечень необходимых анализов, которые вы проходите также в поликлинике бесплатно в рамках обязательного социально-медицинского страхования. Пройдя все необходимые анализы, вы направляетесь в перинатальный центр. В перинатальном центре определяют по вашим анализам возможность проведения данной процедуры. Затем, если есть подтверждение на комиссии также при управлении здравоохранения, вам выдают квоту на данную процедуру. Наши пациенты могут получить эту услугу в любом центре нашей республики, который имеет договор с фондом медстрахования. Центров, которые специализируются на ЭКО, в Казахстане свыше 20. Пары выбирают их самостоятельно. Но прежде чем поехать в них, будущие мамы около 2-3 месяцев обследуются. С момента первичного приема, когда женщина к нам обращается, мы изначально определяем фактор бесплодия. Возьмем самый простой и более приемлемый, это трубный фактор, непроходимость маточных труб. Мы проводим обязательно гормональное обследование, берем обязательно кариотип. Кариотип – это набор хромосомный, который показывает вероятность возможную хромосомной патологии у женщины. Поэтому для исключения у ребенка мы обязательно проверяем кариотип. 30-35 лет – это наиболее такой возраст, когда женщины обращаются. В случае неудачи воспользоваться государственной квотой можно повторно. Ограничений по возрасту в программе нет. За последние пять лет в регионе выявлены более тысячи детей с тяжелыми запущенными глазными заболеваниями. Это вызывает беспокойство врачей. За последние пять лет по СКО и городу Петропавловску было выявлено более тысячи детей с тяжелейшими запущенными глазными заболеваниями. К сожалению, детско-автомологическая служба в нашей области находится на очень низком уровне. Пациенты не могут своевременно получить необходимую квалифицированную помощь. Поэтому вынуждены получать и в других городах Казахстана, а также России. Поэтому в рамках системы обязательного социального медицинского страхования в Петропавловск пригласили специалиста из Алматы. С 25 мая по 5 июня врач высшей категории ведет прием детей возрастом от 0 до 18 лет в офтальмологической клинике по адресу улица Шухова, 34. Оснащение здесь прекрасное в центре. Все, что мне необходимо, все здесь есть. Хочется, чтобы здесь все-таки работал детский офтальмолог, чтобы открылся бы кабинет лечения, профилактического лечения для детей. Я считаю, что это очень важно. Дети – наше будущее, дети – будущее наше государство. Прием пациентов врач ведет на платной и бесплатной основе. Данная акция проводится в рамках Года детей, а также в рамках Международного дня защиты детей. Мы были рады услышать, что она приехала к нам в Петропавловск. Как врач она очень сильный, именно как детский врач. Диана Салихова, Денис Сухарев, Азамат Баймукан, МТРК. В детской областной больнице провели день открытых дверей. Каждый североказахстанец мог проконсультироваться со специалистами по вопросам здравоохранения. Провести такую акцию в больнице планировали давно, и вот удалось ее реализовать. Отвечали на вопросы четыре специалиста. Также рассматривали жалобы и обращения. Посвятили акцию Международному дню защиты детей. Готовы принять родителей, ответить на все их интересующие вопросы. По качеству лечения, по направлению в клиники города Нур-Султана, Алматы и других городов Республики Казахстан. А также по возникшим проблемам, недопониманиям случаев, которые имеются в нашей работе. И если возникнет необходимость, и мы найдем общий язык, я думаю, что мы найдем, то по мере необходимости мы можем встречаться раз в квартал с родителями, раз в полгода. Потому что обращение есть. О правиле чистить зубы два раза в день мы помним с детства. Однако не каждый знает, как это делать правильно. Напомнить правила спешат стоматологи ребятам детской деревни. Нужно чистить, да, каждый день и два раза в день. Обязательно. Уделять при этом внимание нужда каждому зубу отдельно, рассказывает специалист. Недостаточно просто пройти щеткой. При ненадлежащем отношении последствия печальны. Показали их детям с помощью мультфильма. Зубы пасту бракелей. Зубы чищут ваш детей. Зубы щетку чашь меняет. И никому ты ее не давал. Пришли в гости стоматологи не с пустыми руками. Самым активным ребятам вручили подарки. Среди них и небольшой календарь. В нем они должны отмечать время чистки зубов. Без внимания не остался ни один ребенок. Надо тут чистить каждый зуб по 10 раз. И тут по 10 раз. Ну, везде надо чистить. Но если ты не будешь чистить зубы, у тебя будут зубы выпадывать. Мне понравилось, как показывали, как чистить правильно зубы. Чтобы потом они не выпадали, не было кариеса. И подарки сегодня были очень полезные. Я буду их теперь использовать ежедневно и отмечать к календарю. Вот я запомнила, как надо их чистить правильно, где надо их чистить правильно. И последствия, если их не чистить. Также график, когда их надо чистить. Я сегодня поняла, что нужно ухаживать за своими зубами, за своим здоровьем. Организовали мини-урок специалисты областной стоматологической поликлиники в преддверии празднования Международного дня защиты детей. Целью нашего урока была показать детям технику чистки зубов, а также объяснить им необходимость гигиены полости рта. Также рассказать, что такое кариес и как с ним бороться. Мы решили, что именно эти дети нуждаются в таком уроке, потому что у них нет рядом близкого человека, который бы им помог, подсказал. Акция «Подари улыбку детям» продлится до 16 июня. За это время стоматологи проведут цикл мероприятий для детей. Кюзель Закарьяк, Азбек Арыкбаев, МТРК. Музыка, веселье, игры. Сегодня для детей из Центра социального обслуживания «Арман» устроили настоящий праздник. Дождь и прохладная погода не стали помехой ярким эмоциям. Ребята с удовольствием танцевали с аниматорами и участвовали в развлекательных играх. Организовал мероприятие Центр по охране и использованию историко-культурного наследия совместно с Управлением природных ресурсов и регулированием природопользования Акимата СКО. Для детей провели экскурсию, подготовили квест-игры и угощения. С Центром «Арман» мы работаем уже не один год. Дети уже как родными стали. Для них мы стараемся экскурсии по городу показать. Мы посещаем памятники. Главная задача, чтобы они не чувствовали, что они где-то в чем-то ограничены. Вы сами заметили, мы с ними играли игры. Они очень подвижные, они очень веселые. Праздник посвятили предстоящему Международному дню защиты детей. Воспитанники Центра «Арман» с удовольствием делятся своими впечатлениями. Прекрасно, можно повеселиться с друзьями, провести хорошо время. Мне нравится. Спасибо большое, что собираете нас. Здесь очень хорошо. Различные игры, это сполочает нас. Очень прекрасно. Мне понравилось, как мы сделали светофор. Настроение отлично. Желаю всем хорошего здоровья, чтобы больше таких мероприятий проводили. Спасибо! Анастасия Кузнецова, Александр Янцен, МТРК. Лучшие сотни работы Ельдоса Жангельды заняла первое место в областном этапе конкурса рисунков «Контрафакт». Показать с помощью кисти 12-летний парень пытался проблему поддельных товаров мировых брендов. Перед тем, как нарисовать работу, я изучил информацию в интернете и узнал много нового. Например, что те, кто подделывают продукты под мировые бренды, используют труд детей. Руководила и наблюдала за процессом создания мамы Ельдоса. Гульстан Жангельды говорит, что ее сын занимается рисованием с трех лет и сам придумывает идеи для новых работ. У него много наград в различных конкурсах, среди которых и путевка в австрийский город Вену. А в этом ему вручили самокат. Всего в творческом состязании участвовали помимо Ельдоса 102 ребенка в возрасте от 10 до 14 лет. Присылали они рисунки с 3 по 20 мая. Проверяли их пять членов жюри. Из союза художников, сотрудники департамента юстиции и также с отдела образования. Критерии оценки это было соответствие заданной тематике, новизна, актуальность, ну и творческий подход. По итогам конкурса работу Ельдоса Жангельды отправили на республиканский этап. Гюзель Закарьяк, Азбек Аркбаев, МТРК. В Петропавловске стартовала летняя школа. Ученики с 5 по 8 класса занимаются на дополнительных занятиях. Учителя всегда стараются преподнести урок нестандартно, подходя к занятиям творчески. Вот и сегодня дети изучают английский язык посредством участия в театральной постановке. Летняя школа это очень полезно и здесь объясняют некоторые уроки, которые я не поняла. И здесь можно общаться с друзьями и каждый день с ними видеться. Сегодня мы танцевали сказку, называется «Девочка и кошка». Грызут гранит науки и ребята постарше. У них проходит лабораторная работа по физике. Измеряют мощность и работу тока в электрической лампе. Летняя школа, говорят ученики, помогает разобраться в недоподнятых темах. Тригельды Хамид много болел во время учебы, поэтому наверстывает упущенное сейчас. Предметы, которые я выбрал, это алгебра, геометрия, физика, вроде бы информатика и английский лот. Всего предметов 5. Четыре из них я выбрал, потому что они мне нравились. Сейчас в физике, это один из моих любимых предметов, есть такие моменты, которые я не понял. К примеру, такие вот лабораторные. А вот ученики младших классов сегодня проявляют себя в творчестве. Одни рисуют пейзажи, а другие, самые активные, сияют на сцене. Для детей в этот день подготовили флешмоб и выступление танцевальной команды. Всего в специализированной казахской школе-гимназии имени Абая обучаются более тысячи человек. Половина из них записана в летнюю школу. Цель летней школы – разъяснение непонятных тем, устранение пробелов в знаниях. Кроме того, для повышения заинтересованности детей, помимо обычных занятий, проводятся развлекательно-оздоровительные мероприятия. Занятия в летней школе проходят с 9 утра до часу дня. Каждый такой урок длится 40 минут. Детям не ставят оценки и не дают домашних заданий. Денас Алихова, Азмат Бэмукан, МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok